Медики опять бьют тревогу. Поток доноров сокращается. На областной станции переливания крови утверждают, что после Нового года желающих сдать кровь или плазму стало меньше. На областной станции переливания крови берут плазму при помощи американских установок. Такие, говорят, есть далеко не везде. Аппараты позволяют получить качественную плазму и лечить детей больных лейкозами. Плазму сейчас вообще сдают больше, чем кровь. Доноры с удовольствием сдают плазму на этих аппаратах. В среднем где-то 600 мл плазмы сдаёт один донор. Притом это можно делать один раз в две недели, что тоже очень важно. Один человек ходит регулярно, сдаёт качественную плазму, а затем мы из неё готовим препараты и лечим больных. Мотивировка быть донором осталась прежней. Обычно в этой роли родственники больных пациентов или действительно альтруисты. Взамен они могут получить бесплатные анализы, два дня отгула и небольшую денежную компенсацию. Убеждённых доноров это не останавливает. Помочь людям хочу. У меня редкая группа крови, поэтому необходимость есть сдавать такую кровь. Поэтому я и пришёл. Основная наша ставка на молодых доноров, на молодёжь. Молодцы студенты. Они помогали не только детям, но и помогали малообеспеченным больным областной клинической больницы. За что больные тоже очень благодарны тем студентам, которые сдали кровь. Хотя доноров после Нового года стало меньше, медики уверены в своих клиентах. Говорят, сдача крови укрепляет иммунитет, тренируют компенсаторные механизмы. Только в прошлом году в областной станции переливания крови сделали более 18 тысяч кровеплазмоотдач.